всем привет дорогие друзья дорогие сестры и братья сегодня значит нас необычное блюдо будем готовить люля внутри апельсина апельсиновый сейчас все чистим снимаемся внутренности и будем начинять его у нас и значит говяжий фарш и фарш индейки перемешиваем добавляем туда лучок перец чеснок это чистоту любит кто хочет вот потом сыр мелкий чтобы она там вот является выдал свой вкус тоже начнется сушеная зелень смесь реглан у нас ну там соль перец уже приступаем значит у нас здесь что гагажи фарш заранее измельчили чтобы у вас является мучить всякими этими нашими процессами потом добавляем сюда фарш индейки так добавляем сюда лучок в кубики прям вот так лук начинковали так по кубикам вот так вот теперь добавляем наш фарш потом берем чеснок и на любителя кто хочет как бы я так кажется много не этот добавляем в один вот одну головочку то добавим чтобы попал фарш везде чтобы потом берем такой остренький перчик вот я возьму все возьму вот эти вот все все перчики я люблю острое поэтому буду добавлять все полностью будет ядерный необычное блюдо у нас сегодня будет по крайней мере я не знаю такого я видел чтобы внутри апельсина и еще чтобы на костре жарили его не знаю где-то такое все рецепты у нас будут авторские потом берем сыр вот половинку можно вот здесь грамм 300 можно половинку взять 150 мне кажется нормально будет хватит будем тоже резать по маленьким кубикам и добавлять в наш фарш интересно да посмотрим что сейчас получится у нас в конце измельчили хорошенько вот так вот прям мелко мелко добавляем сюда наш красивый фарш виде какая красота какие цвета здесь все цвета радуги добавляем наш сыр сюда значит все добавили теперь идем дальше значит у нас здесь сушеная зелень тут ассортирует тут все есть берем чуть-чуть и вот так вот прямо хорошенько добавляем наш фарш тут отдельно прыгань если тоже так вот измельчаем такой бешеный запах прямо обалденный и все перемешиваем перемешиваем наш фарш до однородной массы так блин забыли да соль забыли так на глаз после черный перец черный перец черный перец у него аромат очень сильный очень такой вкус приятный нашему блюду красный перец чуть-чуть тоже масса с ринге хватает и добавляем сюда оливковое масло чуть-чуть чтобы он прям что соединил все вкусы вместе вот так вот там еще добавляем и перемешиваем опять мне кажется очень будет очень интересно и вкусно будет необычность этого блюда в том что внутри апельсина да и на костре мне кажется вот я почему-то подумал что апельсин передаст вот свой еще в эту кислинку сладость от своего мяса и будет очень необычно вам все равно покажем это какой получится хороший плохой все выйдете так все перемещали значит значит берем апельсинчик вот смотрите внимание апельсинчик берем и не глубоко его вот так вот прижим надо всю мякоть оттуда снимать вот сверху вот так просто крышечку снимаем вот так вот так крышечку сняли вот потом берем так ножом вот так вот делаем вот такие вот круговые движения нам надо достать мякоть вот теперь берем ложку можно вот возьмем другую ложку достаем вот так мякоть вот вот так вот так вот носок мы потом будем все равно пить вот так вот так сняли обратите внимание видите какой там уж вот так вот можно чуть-чуть оставить в принципе не до конца вот так его вот сок выжимать оттуда чтобы маленький вот мясу передалюсь теперь вот так вот делаем со всеми апельсинчиками и берем начиняем сюда вот наш фарш принципе вот этот фарш можно даже одевать его на шампур и получится прекрасная илюля но мы сделаем сегодня вот так вот в апельсинчиках значит так вот до конца значит до конца значит играется вот забили фаршем и вот крышечку берем и так закрываем потом будем шампурами втыкать а так ну принципе можно будет если что сверху вот палочками вот зафиксировать чем шапку чтобы не упала и будем на шампур одевать вот сверху и будем жарить его и посмотрим что у нас получится так вот дорезаем наш последний апельсинчик смотри сколько у нас сока помимо того что сейчас будем кушать апельсиновый люля еще и будем запивать апельсиновым соком витамин c сейчас это самый раз после коронавируса витамин c нужно очень много будем кушать апельсиновый люля пить апельсиновый сок конечно же без без водочки но необычной водочки самогон сегодня будем пить и необычный самогон айвовый сам начиняем наш вот последний апельсинчик так что то осталось у нас фарша но ничего вот эту как раз сделаем одну люляшку сделаем на шампуре и попробуем так на открытом огне теперь значит что у нас есть апельсины сочиненные с фаршем вот одних крышечки берем вот так закрываем сейчас найдем где наши палочки вот эти вот значит зубочистками берем вот так вот и это так фиксируем вот так вот чтобы никуда не не делись эти крышки вот так вот и так каждую так вот закрываем фиксируем закрываем фиксируем у так вот необычно очень красиво процесс пошел теперь начинаем одевать наши апельсинчики на шампур смотрите так вот так ровненько так а так одеваем чтобы сок рослась внутри максимально армянское национальное блюдо дома апельсиновый дурма на костре это была шутка ребята вы смотрите красиво получается интересно что у нас получится аж не терпится попробовать необычные апельсиновый шашлык так у нас а то что вот остался здесь вот фарш сейчас его нанизываем тоже на шампур остаток значит берем вот нашего фарша и одеваем его на шампур будем делать люля у нас одного от одного получается но ничего это попробуем посмотрим что получается какой у него будет вкус мне кажется будет очень необычно закрываем концы и так все ребята идем дальше сейчас разжигаем костер приготовим оглей я тут все ребята идем дальше сейчас разжигаем костер готовим углев許 И начинаем жарить Там, мне кажется, полчаса, минут 40 достаточно будет А вот то, что осталось от фарша Сейчас попробуем, посмотрим Местники приготовятся И еще ампурики у нас сегодня У нас еще много чего сегодня будет Мы показываем самое интересное То, что самое такое автовское Видишь, как поднимается вот Крюшки аж поднимаются А к этому времени Дуляшка наша Необычная дуляшка Видите, ребята? Опа, опа, опа Нет, нет, нет Только не падай, только не падай Только не падай У нас вроде уже готовы Уже необычные наши штуки Сейчас будем снимать Вот это то, что от него фарш Вот это люля С сыром Сейчас вот снимаем с апельсинами И пробуем Ну, здесь маленько подгорел Но, ну, ничего Самое главное, что внутри Он не сгорел Вот смотрите, вот какой он Он какой он сочный Смотрите, вот как он Снимаем вот сейчас И пробуем Сейчас пробуем Посмотрим, что у нас получилось Так, разрезаем Вот посмотрите, что у нас получилось Сейчас на разрезе видно будет Опа, видите? Пропеклось Теперь пробуем Смотрите, как необычно Какая необычная консистенция получилась Сейчас пробуем Скажем Какой вкус Необычный вкус Не похож ни на что На шашлык не похож На люля не похож Очень необычный Сделайте, попробуйте Посмотрите И сок какой-то Смотри Посмотри Просто течет Необычно, да? Вот эти шапки прям Приподнялись Вот Такое вот Ну, экспериментальное блюдо Ну, очень необычно получилось Так, если подать, например Подавать Любому, да? Как бы Интересное Необычное Теперь попробуем Что вот Получилось Именно вот С этого фашек Какой вкус Будет у этого люля И попробуем Посмотрим Так Ставроночку нашей Необычные Апельсиновые Фашлыки Опа Теперь смотрим 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 Что получилось Оборачиваем Лаваш Вот Вот у этого Ну, да Вкус у люля Понятно, что это люля Там Ну Тоже необычно Что сыр присутствует Вот именно Фаши И дают Необычный вкус Так что Пробуйте Удивляйте Ваших друзей Ваших близких Чуть не забыли Самое главное Самогон Из Черногории Сейчас Пробуем Как можно Такое блюдо Тем более Такой Пусть продел Этот Самогон Надо Обязательно Вылезать С таким С таким Красным Блюдом Надо лепить Давайте За все хорошее Чтобы Все были Живы и здоровы Супер